Народная славянская радио Добро пожаловать! 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 первую и вторую можно между собой или несравнимо? Их можно сравнить как две ступеньки лестницы, идущие наверх. То есть они, безусловно, связаны между собой, но отличаются по уровню. Интересны там и там, или там было интереснее, или это интереснее? Если двигаешься вперед, то интерес будет возрастать по нарастающей. То есть на новой ступеньке, более верхней, интерес будет увеличиваться. Какие-то новшества по сравнению с первой, ступенью появились? Конечно. Иначе бы она была предыдущей ступенью. Именно в этом и состоит, собственно говоря, в этом состоит построение храма, когда ты восстанавливаешь сначала фундамент, потом нижний ярус, потом средний, и потом верхний. То есть есть определенная последовательность действий, которая приводит к результату. Именно эта последовательность действий выполняется здесь. Как твои родные и близкие не поют песню, охранная имена мать, там потом плачь начинается. Да куда ж ты там, солдаты? Не с боем тебя провожали, нет? Определенное сопротивление, конечно, есть. Потому что взгляд современного человека на то, что отличается от я скажу таким английским словом мейнстрим, то есть поток, всегда настораживает. Потому что мы знаем, как правило, и помним отрицательные примеры каких-либо сект, которые прокатились громом по всей стране и сложили определенное мнение о себе. И на этой почве любое другое начинание, любая другая школа будет выглядеть или походить вот на эти старые, с которыми есть ассоциации у людей. Вот. Поэтому определенное сопротивление со стороны близких людей, конечно, есть. И оно уравновешивается, опять же, объяснением, что из себя представляет вот эта школа и куда мы движемся в плане получения знаний. То есть не секта? Не секта. Уже хорошо. Я вздохнул с облегчением. Замечательно. И, наверное, надо нам разобраться. Все-таки предметов много. Предметы несколько разные. А не мешает ли это целостному восприятию, когда разные предметы? Я бы, наверное, поставил вопрос по-другому. Ставь. Для того, чтобы понять целое, нужно рассмотреть частности. Потому что понять целое сразу и сходу очень тяжело. Точнее, невозможно. Поэтому методика познания состоит в том, что целая часть разбивается на много-много равных частей и разных, постигается по отдельности, а потом, как апофеоз, все это собирается единым образом для того, чтобы человек постепенно и плавно набрал эти знания, набрал некую скорость, которая в итоге переходит, переводит его в новое качество. И сложить цельный образ. И сложить цельный образ. Ну вот, хорошо. Какая атмосфера здесь царит? Что здесь интересного? Разговоры какие проводятся после занятий, после мероприятий? Как правило, разговоры все об одном. Это впечатления, ощущения, мысли и планы по поводу полученных знаний, вот тех вот новых кусочков, новых фрагментов, которые мы здесь приобрели. Хорошо. Ну вот, после таких интересных ответов, наверное, нам стоит закончить сегодняшнее наше общение на привычной нам волне. Что ты можешь пожелать нашим зрителям и слушателям Народного Славянского Радио? Вы знаете, я хочу пожелать пробуждения. Мы настолько долго и, в общем-то, без движения были в таком коматозном состоянии, из которого уже давным-давно пора выходить. Золото нашего времени состоит в том, что вот эти фрагменты знаний, золотые фрагменты знаний, они стали доступны. И сейчас совершенно спокойно, планомерно и последовательно можно их собирать, проводить через себя и двигаться к цельному образу, цельному восприятию мира. Хорошо. Благодарю тебя за очень интересные ответы. Нашим радиослушателям и зрителям желаю добра, всего самого доброго. Услышимся, увидимся, до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова